друзья приветствую геннадий из города азбест сверловской области прислал посылку с образцами масла shell helix ультра и кт это c23 030 топовое масло от шелла как вы знаете эта линейка ультра сделана из газа на катарском заводе база сделана из газа так вот описание автомобиля смотрите это hyundai таксон 19 года пробег все все условия дизельный вот маслом приобретенные по акции в магазине метро метро у нас никогда не был замечен в продаже подделок то есть смело можно там брать многие уже берут ох интересно как для впитывания влаги пакетик отлично ничего не протекло классно запаковано все подписано вообще супер так эталон у меня уже был эталон был создан из значит масло приобретенного на фирменном эзэс питере этот ролик с тестом этого масла в каене так ну и я сейчас сравню масло из сверловской области с тем эталоном так закладываю немножко свежего видели прибор до этого захотел проверить чистоту окон фона периодически это происходит так и посмотрите какие результаты значит чуть чуть больше противоизносных сто шесть процентов кислотный 166 а было в эталоне 163 чуть выше но напрямую связано кстати с кислотным и здесь щелочное в эталоне 8 и 8 а здесь 9 и 2 то есть на 4 десятые здесь пожирнее ведь ведь и весь пакет и противоизносные щелочное здесь такой пожирнее масло то есть но возможно это от партии зависит а возможно конечно свою роль сыграла и погрешность некоторые приборы то есть заявленные производителем три процента и по воспроизводимости до 6 процентов то есть это нормально это соответствует лабораторному оборудованию так значит все это проверил масло жирное отлично сейчас я сравню проверю отработку и вот посмотрите какие результаты противоизноски 169 процентов сажа 1 и 4 и кислотное 5 и 3 5 33 то есть я уверен что значит кислотное зависит от 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 противоизносных присадок а противоизносные присадки напрямую связаны с уровнем сажи как известно сажа это не сгоревшее топливо она попадает в камеру сгорания ведь из сажи 1 и 4 в большом количестве в масло и естественно это повышает кислотность то есть противоизносно как правило повышает кислотность вот не знаю может есть как такие присадки которые не будут не повышать хотя да наверно керамика не повышает и какой-то может молибден хотя не уверен молибден но керамика не должна то есть здесь вот совершенно четко это уже не первый раз у меня когда высокая сажа высокая сажа для этого пробега для такого свежего мотора странно вот что-то топливное стоит к ней присмотреться немного ничего криминального 2 процента это порог предупреждения а 3 процента это уже стоит конечно разобраться в чем в чем там проблема вот то есть масло рабочее даже несмотря на такое кислотное посмотрите еще остался запас по щелочному то есть как бы все прекрасно если бы не не такая сажа масло бы имела бы намного больший запас по по ресурсу ну это на мой взгляд сейчас я покажу сравнение вязкости что произошло с вязкостью на данном пробеге напомню это двести шестьдесят два заявленные но я пересчитал по средней скорости у меня получилось двести шестьдесят два девяносто три то есть 200 263 мод часа в табличке это стоит тоже учесть чуть выше чем будет прогнозе ну да видно что есть не небольшое разжижение я бы так оценил наверное вот так на глаз это в четверть от максимального то есть нормально 27 средняя скорость это ближе к городу но это не совсем город но такой это быстрый очень город редко вот но скорее всего с небольшим количеством где-то наверно может процентов 20-25 трассы так может до 30 до кстати ставьте палец вверх как я уже говорил палец вверх это не средний палец это большой палец подписывайтесь нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео ну и вот такой оценочка ресурса получается даже с такой высокой кислотностью масло вообще отработала топ 409 но если здесь поставить 263 то наверное может быть там 415 будет 11000 практически 100 километров вообще супер отработала если бы не не подсирала вот немножко топливная я думаю что результат был бы еще сильнее да кстати в каене тоже 400 с лишним часов данное масло отработало то есть если кто-то гонит нашел абсолютно напрасно шел топчик такой же как мобил по-другому конечно сделан но я не вижу никаких претензий которые можно было предъявить к данному массу вообще отлично шикарно отработала несмотря на такую даже не проблемку вот недоразумение я бы сказал в виде высокой сажи вот и ну соответственно повышенной кислотности масло шикарно шикарно пишите что думаете но я не вижу я не вижу здесь каких-то особых проблем там со смесью то есть не нитрование не окисление все все отлично все как бы более-менее стандартно равномерно и надо учитывать что конечно еще даже 32 нет машина машина свежая машина отличная мотор должен быть в самом самом только идеальном состоянии но тем не менее вот с топливным не знаю чё там в чем проблема ну так владельцу конечно имеет смысл присмотреться может быть где-то куда-то отдать проверить там откататься 400 может моточасов и проверить также что там пассажи будет вот может какая-то регулировка нужно форсунок но это понятно что новую машину лучше конечно не лезть но тем не менее на будущее я бы так сказал потому что если будет нарастать такая история то это уже как бы не не совсем год ну вот такой получился тест благодарю геннадия за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данные видео до конца благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока